И что мы имеем? Шоу Лун банит первый? Сразу говорите, Энигма, не тяните время. Да, можно и так. Почему нет? Итак. Другие карты потом сможете сами поиграть в онлайне. Если что, это не страшно. Шоу Лун банит Амарант. Я думаю, эффект тоже очень хочет посмотреть. Шторм банит Медиву. Нет, это не Зор. У меня в ЦП на Амарант. Что-то я не помню. У меня в ИКУ-3 помню 30. 30 было в ИКУ-3 у меня помню. Шторм банит Медиву. Да, Шоу Лун. Каунтач. Ну Лун, ну не говорите, что мы опять смотрим Медиву. Ну серьезно. Короче, мы будем выпиливать, наверное, стрейф-карты. Либо оставлять одну стрейф-карту. Да, Абидос банится. Мы опять играем в ИНИГУ. Окей. Окей, давайте перейдем. И поехали. Нет, еще не поехали. Физику 1, да. А вот теперь поехали. Физика ЦП. Присущая обоим кандидатам, да. Шарлон из Франции. Шторм почему-то из Швеции. Но ничего страшного. Я думаю, он не против. Рейтинг ДевКонс, как мы видим, примерно одинаковый. И Шарлон. А что такое он? А, он не пересек линию старта, судя по всему. 19,2 ставит Шторм. Оу, да. Я соль. Спасибо. Да, ну, отсчитаем пару минут. Ничего страшного. Да, спасибо. Спасибо, ребят, что поправили. Извиняюсь. За милочку. Так, Димон, не отвлекай меня. А, да, серьезно? Я же перелеснул. Что? Шериф, что происходит? Не отвлекай. Так, у меня кодировщик пишет перегружен. Ну, ничего страшного. Что с экраном у Шарлона? Я не знаю. У меня все в порядке. А, да, Шарлон. К слову... Шарлон пытается сделать... Да, пытается сделать тайм-ресет. Точнее, не так, если это сделать приджамп. И не факт, что это даст ему преимущество. В общем-то, Шарлон тоже, как и... Как и хулиган, просто в последнее время к нам подтянулся на замену. И за это огромное ему спасибо. Естественно, он нас тоже прямо очень сильно выручает. Так что, да. Что в целом? Вообще, можно рассказать про Медиву. Потому что Медива перекочевала нам, к нам, от рук, к нам на турнир. Я имею в виду в целом, да? Не к нам, именно в руки до турнира. А именно на турнир она попала через... Через три целых персонажа. Шторм у нас делает 18-4. Шарлон до сих пор не финишил его карту. И продолжим. Нет, мы будем все релизить. В любом случае, Илья, если у тебя есть какие-то очень классные идеи по развитию дальнейшего контента, по развитию дальнейших действий, каких-либо мероприятий, пиши нам в личные сообщения либо комментарии на ДФКонс. Мы обязательно все прочтем. Прислушаемся к твоему мнению. Обязательно тебе перезвоним. И вот это все. В общем-то, Медива изначально была сделана... в плане геймплея была сделана эффектом. Все мы знаем GT Effect. Очень классный чувак. Все всегда радуют на серверах, кто находится рядом с ним. если, конечно же, относиться к нему так, как нужно. Но обидно, а что мы сделаем? Шторм почему-то встал. Ничего страшного. Да, Кэт, спасибо. Спасибо большое, Кэт. Баратум. В общем-то, перешла она к нам от эффекта. Такая длинная, да, у нас. Ну, нам торопиться некуда. У нас есть 11 минут, и параллельно мы будем следить, естественно, за успехами ребят. Перекочевала она к нам от эффекта. Шторм ставит 18... точнее, 19.1. В каком принципу проходит дуэк? Можете посмотреть правила на сайте dfcomps.ru Потому что рассказывает... Ну, основной принцип, кто быстрее прошел, тот выиграл. Все. Это основной принцип и фрага. Привет, Ктулхон Дед, да. Видел тебя очень много на стримах. По куче, да, вот это все. В общем... Эффект нам любезно ее одолжил. И говорит... Ребята, вообще, короче, тут надо вот это подделать, вот это подделать. Просто вот штукатурочку там немножко посыпи, все нормально будет. Ну и, в общем, Носф взялся просто как мужчина. Просто взял и перелопатил и перелопатил всю карту. Как бы, естественно, сохранил основной геймплей. Некоторые моменты мы, естественно, пофиксили, дабы они были более удобны для игроков. И... Совместными усилиями... Ну, я, правда, особо для нее ничего не сделал, по-моему. Ну, я тестил. Я как бы основным тестером больше являлся. И, в общем-то, мы таким вот путем не самым простым родили геймплей на этой карте. А по таймам у нас 18.4 и 21. Лидирует шторм. Изи для шторма уже, кто-то писал в чат было. И в дальнейшем уважаемый Аксос, он же Ясеров в Искорде, если мало ли кто не знал, кто его видел на моих стримах. У него ник Blumex7, по-моему, был. Он любезно согласился эту карту протекстурить. Некоторые моменты тоже он сам самолично подправил. Если карта будет сильно отличаться, я не знаю оригинал. Если карта будет сильно отличаться, значит, ты нам дал говно. Давай с этого начнем. Но карта сильно отличаться не будет. Мы сохранили... Она сильно отличается внешне и все. Эффект, успокойся. В общем, любезный Аксос просто взял и буквально за пару деньков, ну, по-моему, пару дней прошло, так, эту карту оттекстурил. Так, и я таких работ, честно говоря, очень давно не видел со времен какого-нибудь ДФВЦ, где просто должно быть все идеально. И вот карта Медива, она является именно таким эталоном дизайна. Просто это просто изюминг, это вишенка на торте вообще практически всех карт. Потому что у нее очень быстрый, динамичный геймплей, у нее есть классные роуты, и она очень круто затекстурена. Везде проставлены, ну, где нужно, проставлены плеер-клипы. Естественно, в некоторых местах нужно проявить немного смекалки. Enter. Ну и в общем-то таким вот нелегким достаточно и продолжительным путем. Да, жаль, что мы ее можем не увидеть на турнире, но в любом случае мы ее... Я потом буду делать на каждую карту отдельно обзор. Возможно, одним видео каким-нибудь, но в целом, чтобы все карты показать, прямо пролечу, все карты покажу, возможно, ну, невозможно, даже поиграю. Ну, смотри тогда, Илья, нам нужно, значит, 30 карт, чтобы они никогда не повторялись и чтобы каждую забаненную карту, точнее, каждую выбранную карту мы ее в дальнейшем убирали из списка. Сделай она, пожалуйста, 33 на всякий случай за неделю и мы в дальнейшем будем их использовать. Спасибо. Спасибо, дружище. Вот. В общем-то над медивой очень много постарались мы. По таймам у нас 18,4 у шторма 21 у шарлона. Мы будем рассматривать твое предложение, Илья. Спасибо. Спасибо, дружище. Сделал 33, чтобы играть на одной. Да, абсолютно верно. Чтобы мы также не продумали момент, потому что мы глупые организаторы, мы ничего в этом не понимаем. Прости нас, пожалуйста. Ну, шторм, ну, шторм видно, что начинает баловаться. Играть он не хочет, потому что очевидно, что он выиграл. Остается 6 минут, а точнее 5. И поэтому, ну, 5 за минусом. Я вот смотрю, сколько у меня запись просто идет, этой дуэли, да, у меня идет 11 минут. Мы примерно минуту смотрели без таймера, точнее, без того таймера. Еще раз прошу прощения, конечно же, за данную ошибку, как я мог. Как? Перепутать таймер? Я же первый раз этим занимаюсь. Ну, потренироваться было негде, поэтому, естественно, на данном турнире может пройти не совсем все прямо лапко, поэтому, я думаю, вы тоже можете отнестись к этому, отнестись к этому с пониманием в чем мы вам естественно будем, с чем мы будем благодарны, как бы. 19,7 ставит шарлон, 18,4 по-прежнему шторму, шторм не собирается перебивать, он просто уже дубой доходит до финиша, естественно, понимает, что выиграл, возможно, хотя рейтинг на dfcoms у него меньше. И при условии, согласно правилам, если никто не финишировал карту и, ну, за отведенное время, согласно правилам, победил бы шарлон, потому что рейтинг на dfcoms у него выше. Да, спасибо, Куст. В общем-то, по картам еще, допустим, вот, Абидос, это сделанное отдельно Аксессом. Абидос, это город, как я сказал, Носов, по-моему, город где-то в Египте, да? И в целом, Аксесс для нас сделал очень много. Он затекстурил все, что можно. Точнее, ну, как бы, карты, которые нуждались в этом, которые были без текстуры. которые нуждались в некотором дизайне, какой-то доработке, мы, он сам предлагал, и мы ему, естественно, отдавали. Остается у нас три минутки. Ай, ну, и сделал Аксесс для нас в целом получается три карты, даже четыре, четыре карты. Которые мы, я надеюсь, увидим. Да, Аксесс, это все, что вы должны уничтожить. Но это, в общем-то, как мы с Носфом потом рассуждали, смотрели, карты прямо, ну, прямо, вот сказать, без лишнего привет, разгой, да, без лишних, как бы, заскоков, так скажем, да, без лишнего красноречия. Мы получили в итоге секвенции тестер, тестинга, секвенции крутых мапперов, крутых дизайнеров и вообще в целом очень классной нашей командой. Мы получили восемь карт уровня до ФВЦ, которые каждая достойна просто, не знаю, находиться на более крупном турнире, но скажете вы, почему-то их не взять на ДФВЦ, не проводить вот это. А я вам скажу, потому что ДФВЦ организовывается очень долго, очень муторно и тоже не очень гладко, Илюша, поэтому я думаю, что у нас будет свой турнир с Блэк Джеком и дуэлями в другом формате, который будет проходить в формате онлайн. Я надеюсь, что вам всем понравится. Давайте ровно минуту оставим игрокам, да? 0-1 0-0 когда будет на таймере, мы скажем им стоп, а тем временем Шарлон у нас 19,2 делает 18,4 у Шторма, разница чуть меньше, чем секунда. Да. Ну и остается минута. Спасибо участникам. Победил Шторм. Давайте я вам перекинусь на сетку. В общем-то да. до сетки. До сетки.